Музыка Четыре дня жесткой напряженной борьбы. На минувшей неделе в Иванове состоялись всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР Василия Кудрявцева. Этот турнир уже 58-й по счету. Турнир-долгожитель. Он включен в единый календарный план мероприятий Министерства спорта. В этом году на ринг вышли 140 участников из 14 регионов России и гости пяти иностранных государств. Приехали три страны из Прибалтики. Эстония, Латвия, Литва. Белорусы. Нашли мы своих друзей из Кипра. Тоже будут боксировать. Четыре человека спортсменов приехало. В темно, наладить с ними контакт. Участие в соревнованиях класса Б для молодых спортсменов – серьезный шаг вперед. Чтобы услышать заветное «победу одержал». Юноши готовы биться до последнего. На ринге гости из Белгородской и Пермской областей. Видно, что к концу финальной схватки боксеры устали. Но сил чуть больше у бойца красного угла ринга. Прошло все достаточно хорошо, но я чуть с собой недоволен, потому что не хватило чуть выносливости. Будем работать. Из 26 финалистов – 16 «Ивановцы». Для каждого из них турнир – это шанс встретиться с сильнейшими спортсменами своей возрастной группы и весовой категории. А дома, как известно, и стены помогают. В красном углу ринга наш спортсмен из Шуи. А вот его соперник, чтобы выступить на соревнованиях, проделал огромный путь. Гельмюс Адамкевичус представляет Литву. Но в боксе нет никаких скидок. Соберись и докажи, что ты лучший. Это, собственно, и сделал Михаил Галактионов. Мне дал указания тренера, я их выполнял. И получилось так выиграть. Соперник был очень сильный, кандидат мастера спорта. Ему можно отдать должное. Поэтому далеко-недалеко биться есть биться. Да, первый раз. Я первый раз выступаю с латвийцем, с таким большим иностранцем. Так что, вот так. На ринге мужчины весовая категория 75 килограммов. По накалу, эмоции и тактике боя это, пожалуй, самый зрелищный поединок финала. Хачик Саградян представляет Ивановскую область. Его соперник в красном углу – Смоленскую. Обоих сложно недооценить. Наш боец одерживает уверенную победу. Хороший, да. Я его недооценил. Был вчерашний бой у него. Я думал, он будет похожий, но учился серьезный, хороший соперник. К этому я был не особо готов. Поэтому меня пропускал тоже немало. Соревнования подобного уровня – это школа для боксеров. Важную роль, рассказывают судьи, играет не только качество бокса и подготовка спортсмена, но и дух соперничества. Тот, кто стойко держит удар и идет вперед, получает дополнительные баллы. Мальчик приходит заниматься. Мужчинами же не сразу становятся. Нельзя сказать, что вот, сейчас он мужчина. Для этого есть тренера, для этого есть соревнования. И с каждыми соревнованиями спортсмен, мальчик, он становится мужественнее, увереннее в себе. И, то есть, тут нет такого, если сказать, например, ты занимался три года, ты будешь мужчиной, или там, можно заниматься и шесть лет, а потом, раз, и у тебя пойдет, и будет все здорово. И ты будешь настолько мастеровит, что, ну, будут победы только твои доказывать это. В Ивановской области боксом занимаются около двух с половиной тысяч человек. Этот вид спорта чрезвычайно популярен среди молодежи. В отделениях спортивных школ Ивановской области занимается более полутора тысяч человек. Только в региональном центре, в городе Иваново, отделение по боксу имеется в двух школах, имеющих статус спортивных школ Олимпийского резерва. Сейчас профильные департаменты и областная федерация бокса готовят документы с предложением включить бокс в перечень базовых для нашего региона видов спорта. Это позволит получить дополнительное финансирование от государства, а средства направить на подготовку спортивного резерва. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.